Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале и сегодня в этом новом видео вы узнаете об особенностях польской квартиры и почему нужно бояться польского потолка. Итак, сняли мы эту квартиру на сайте Airbnb. Находится она недалеко от центра, всего 10 минут проехать на трамвае, но это очень тихий, такой спокойный, ну скажем, спальный район. В принципе, всё здесь замечательно, всё нас устраивает. Рядом прекрасный магазин, супермаркет с замечательными польскими продуктами. Квартира двухкомнатная. Ну, давайте с ней познакомимся. Итак, это комната, в которой поселились мы на несколько дней. Ну, по сравнению с Калининградской она намного больше. Здесь метров 20 это точно, хотя я не очень понимаю в этих метражах. Вот, и использовалась она в этой двухкомнатной квартире хозяйкой как зал, да, как гостиная. Здесь есть балкон, балкон большой, такой нормальный, хороший. Вот, там дворы, причём двор такой, вот видите, он очень большой, спокойный. Вообще здесь тихо, и часов в 9 ещё наступает уже просто спальный момент. Вот. Значит, комната такая, достаточно приличная, хорошо обустроена, но, вот видите, значит, я сплю на диване раскладном, а сын на раскладном кресле. Значит, нам даже сказали, в общем-то, это всё не убирать, вот так и держать, но надо сказать, что мне не очень удобно на этом диване спать. Я вспоминаю с тоской, моя спина, вернее, вспоминает калининградскую кровать. Вот. Ну, ничего, в общем, несколько дней, конечно, можно здесь обойтись. И вот здесь вот я вам хочу показать особенности польского отопления. Я не знаю, может быть, где-то есть подобные в Москве. Значит, здесь центральное отопление существует. Вот, я вам показываю. Батарея, кстати говоря, дом постройки 1974 года, то есть это период социализма. И на ней, вот видите, стоит такой датчик, вот, то есть по своему желанию хозяин может регулировать, делать больше или меньше, там, ставить цифры, да, то есть делать больше-меньше тепла. И, соответственно, платить больше или меньше. Здесь, кстати, две батареи, там вот ещё одна, я уж не буду трогать занавеску, за креслами, она такая побольше стоит. Так вот, эта маленькая вообще отключила хозяйка, а большая работа. Вот. Дом очень качественный, между прочим, мне здесь нравится, но очень чувствуется погода. То есть вот было два дня холодно и, соответственно, в доме, в квартире, вот здесь в комнате было попрохладнее. Сейчас мы с вами заходим в спальню, это вторая комната, она значительно меньше, здесь вот стоит двухспальная кровать, ну, сушка для белья находится, вот, ну, в принципе, я, вот, нет никакого, ни шкафа, ничего для вещей, ну, в принципе, комната нормальная, и здесь есть место для шкафа, и как спальня, конечно, можно её использовать вполне нормально. С моей точки зрения. Ну, вот, прежде чем мы с вами зайдём в ванную комнату и туалет, которые раздельные в этой квартире, я хочу обратить ваше внимание, что в дверях, вот видите, прорезаны такие окошки, и это очень удобно, потому что в светлое время суток, в принципе, можно пользоваться и ванной, и туалетом, не зажигая света. То есть, вот такой момент экономии. Ванная комната оборудована стиральной машиной, здесь вот такой полотенцесушитель, тёплый он, подключён, вот, ванной тепло, и здесь действительно есть настоящая ванна, что, например, для болгар просто немыслимый момент. Ну, вот такая ванная комната, вполне, я считаю, нормальная и удобная. Туалет или туалетно, как говорят болгары. Кухня. Вот, не удивляйтесь, такое освещение, может быть, не очень хорошее, за окном ещё, как следует, не рассвело. В Польше два часа разница по сравнению, например, с Москвой. Вот, но освещение такое вот экономное. В принципе, всё рассчитано на это. В кухне, кстати, вот эта батарейка вообще отключена для того, чтобы, то есть, работает отопление только в комнатах, но здесь вполне нормально, да, тем более в расчёте на то, что используется плита. Да, плита газовая, вот, значит, кафель такой на кухне, раковина. Ну, это мы уже собираем сегодня ехать в замок далеко на целый день, и поэтому вот с собой берём продукты. Столик здесь, вот, он небольшой, но для двоих вполне нормально. Холодильник, естественно, есть, но он очень маленький, и, на мой взгляд, не очень удобно здесь расположены полки, потому что вот сейчас, то есть, их практически три, и когда нет, хозяева не пользуются, то, в общем, в принципе, ничего. Но дело в том, что вот на верхнюю полку, видите, даже вот эти вот баночки с очень симпатичными патиссончиками, она такая невысокая, вот, они туда не встают, вот. То есть, здесь не очень много, мне кажется, продуктов, конечно, можно хранить. Ну, а теперь я вам расскажу нашу страшную историю, из которой мы сделали вывод, что стоит бояться польских потолков. Встречала нас в доме не сама хозяйка, а её мама. Мы с ней приехали вечером поздно, переночевали, рано утром вместе с ней ушли в город, потому что нам необходимо было купить интернет. Как оказалось, в квартире его не было на тот момент, хотя было заявлено на сайте, что интернет есть. Когда мы пришли вечером, Дорота была уже дома, и выяснилось, что в этот день, вернее, она обнаружила на потолке вот какие-то появились пятна. Естественно, пыталась выяснить, не приходили ли мы днём домой, может быть, мы могли что-то испортить, вот, таким образом потолок. Вот, а её дочь обвинила нас в том, что якобы мы готовили днём, и вот от плиты летел вот этот жир на потолок. Вот, ну я просто вот хочу вам показать и зафиксировать, да, вот она плита, если я поднимаю над плитой потолок, он чистый. Вот это вот всё уже там идёт вбок, зафиксировала я на видеокамеру, и причём как-то вот странно, ну не знаю, может быть, это каким образом, как летит жир, или там что-то может лететь от плиты. Причём, все шкафы непосредственно над плитой чистые, никаких тут следов нет, ни жира, ничего. Вот, ну, в общем, вот такая у нас получилась не очень приятная история. Написала на сайт хозяйка, даже без своего присутствия, оценила ущерб и хочет, чтобы мы заплатили деньги. Ну, соответственно, у нас теперь вот идёт история разбирательства с этим сайтом и с хозяйкой. Ну так, интересно вам было познакомиться с особенностями польской квартиры? И, кстати, как вы относитесь к той ситуации, которая у нас сложилась? Напишите в комментариях. А нам хороший урок на будущее. Теперь, как входим в квартиру или в номер в отеле, сразу будем смотреть на потолки. И вам этот совет не помешает. Так что подписывайтесь на наш канал, если вы этого ещё не сделали. Ставьте нам лайк за наш видео. И, конечно, пишите комментарии. И продолжайте путешествовать вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!